Дорогие друзья, я хочу еще раз поздравить вас, потому что в мире нет другой столицы. Юмора – это только Юрмала. Спасибо. Живите долго и радостно. Это я просто желаю вам. Знаете, как у евреев есть такое, живите до 120 лет. Один еврей говорит, нет, я хочу до 119. Ему говорит, Фима, в чем дело? Он говорит, пусть на могиле напишут, ушел безвременно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я живу в деревне, но семья небольшая, там, жена пацан 5 лет. Это хозяйство приличное, кур и ловцы, там, эти, бычок, коровка. Ну, решили женой отдохнуть, поехать. Взял я бычка, продал. Вот, поехали, в санаторий, все как нормально, отдыхаем. Вот три дня, вот, просто конец света. Прямо по полной программе. А я на третий день не выдержал, стал пораньше доить женякова. Мои пока спят, я прямо в плавках от корпуса и в море. Плавки специальные такие. Жена зашила там целлофан. Деньги я при себе. А как же? Прямо в этих плавках побежал по дороге, пивка засал и в море прыг. Вот, ну, меня волной как махнуло, ну, я же пивка чуть-чуть принял. Хорошо, прям зацепил со дна еще ракушку какую-то. Прямо, меня прям растает волной. И прям по гальке хрек. И плавки как рукой. А я-то не знаю. Я же пивка махнул, встал и пошел. Думаю, зажал в руке эту ракушку. Только гляжу, народ какой-то странный, в глаза не смотрят. Подхожу, женщина прилично лежит. Я ей говорю, ну, руку так за спиду, говорю, Вам моллюску мою показать? Она на меня глянула, сказала, Странный вы какой-то. Сначала показывайте, потом спрашивайте. Ну, я думаю, нет, что-то женщина совсем это. А у меня рука-то за спиной. Я следующий. Говорю, а вам моллюску мою показать? Она так медленно сползла, шезлонга очки сняла и говорит, наконец-то мой отдых заимел смысл. Я говорю, ну, смысл-то да, а вот моллюску показать? Она говорит, а у вас что, с моллюской еще какие-то трюки есть? Я думаю, ну, наверное, какой-то дурдом вывели позагорать немножко. Выкинул к черту эту моллюску. Иду, смотрю, женщина приличная, но наша деревенская, лежит. Прямо вот загорает, но наша. Ну, думаю, у ей хозяйство, у меня там гуси, утки, там все. Я подхожу и переминаюсь так, с ноги на другую, думаю, ну, как разговор начать? Говорю, женщина, она раз на меня, я говорю, а у меня большое хозяйство. А у меня большое хозяйство. Она говорит, да не преувеличивайте. А я обалдел, я говорю, а вы что, хозяйство моё видали? Она говорит, да у меня не удержалась. Сначала в бинокль, а уж тут разглядеть удалось. Думает, что ж у ей за бинокль такой, что она там, моя хозяйство. Ну, я думаю, ну, свои все-таки. Я говорю, ну, вы-то знаете, с хозяйством какая морока. Вот я лично утром встану, ну, пока во дворе, во дворе всю живность не обслужу, не успокаиваюсь. Она говорит, а ну, иди отсюда, хулиган проклятый, я милицию вызову. Я думаю, нет, точно, дурдом отдыхай. Иду, смотрю, женщина нормальная лежит, пацан у ей бегает, как мой, пять лет. Думаю, у ей пацан, у меня пацан. Я ей прямо говорю, а вы моего малыша видали? Она так глянула и говорит, да шо ж я, слепая, что ли? Я говорю, да-да, а он такой у нас. Он любит с чужими тетями играться. Любит, да. А к вечеру на майце, жена его еле укладывает. Еле укладывает, да. А утром чуть свет, мы с женой еще спим, а он под одеялом. Раз, выскочит, и хохочет, хохочет. Смотрю, у женщины глаза округляются. Я говорю, да не, он у нас такой, он когда вырастет, я его в институт сдам. Она говорит, это что же, на обследование? Я говорю, какое обследование? Как, учиться? Ну, когда вырастет? Она говорит, он что у вас, еще расти будет? Да. Я говорю, если в нашу породу, метр восемьдесят будет. Ну, я понял, что женщина как бы не очень-то поняла про малыша. Думаю, может, что у нее не ее малыш, может, нянька. Я думаю, она, наверное, нянька. Я дальше пошел. Мороженое ест девушка. Я стою, переминаюсь, думаю, ну, как сказать ей, где мороженое? Она говорит, вы это, перестаньте тут это, передо мной болтать. А я молчу, я стою. Она говорит, я говорю, не болтай, он болтает и болтает. Ладно, уболтал, пошли ко мне. Думаю, ой, трюк, а. Слово не сказал, а женщина уже согласна. Думаю, наверное, загорел, обаятельный очень. Она говорит, вы только за это, замороженное с официантом расплатитесь. Я руку вниз, а волосы вверх. Теперь, граждане дорогие, кто у моря отдыхает. Вы, когда из воды выходите, обязательно проверяйте, деньги на месте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 estilo